В эфире итоговая информационная программа «Неделя города» и я, ее ведущая, Алена Куколева. Здравствуйте и вот о чем расскажем в этом выпуске. Рязанское десантное училище стало гвардейским. Почетные звания присвоили в среду в честь столетия училища. Рязанская многоэтажка получила знак качества ЖКХ и стала домом образцового содержания. 6 лет и 15 миллионов. Дмитрию Андрееву огласили приговор. Экс-чиновника обвинили в коррупции. С размахом и ассортиментом в Рязанской области производили поддельные Хеннесси и Джек «Дэниелс». Полицейские изъяли десятки тысяч литров. В Рязани почтили память защитников Отечества. Торжественные мероприятия прошли в четверг на площади Победы. К монументу возложили цветы. Церемония завершилась торжественным маршем курсантов десантного училища. Церемония возложения цветов сегодня также прошла на площади Маргелова. Праздничные мероприятия продолжились в филармонии. В зале собрались представители власти, ветераны воинской службы, сотрудники правоохранительных органов и курсанты. Поздравил собравшихся губернатор Рязанской области Николай Любимов. После этих слов глава региона наградил военнослужащих почетными грамотами, ценными подарками и знаками губернатора за усердие. В список награжденных попала и семья Петровых, которым Николай Любимов со сцены вручил сертификат на приобретение квартиры. 17 лет назад супружеская пара столкнулась с обманом и мошенничеством в строительной компании, у которой приобрели квартиру, но на выходе остались без жилья и денег. В торжественной обстановке губернатор вручил Петровым сертификат на новую двухкомнатную квартиру, приобретенную на средства мецената. 15 лет обращалась за эти годы во все структуры власти. В прокуратурах, в милициях, в полициях по много томов материалов проверки. В советском районном суде огласили приговор бывшему зампредседателя областного правительства Дмитрию Андрееву. Экс-чиновника обвинили в коррупции и мошеннических действиях. В правительстве он проработал всего два года. За общее покровительство по службе получил от двух директоров сельхозпредприятия взятку в виде машины и квартиры. Бывший вице-премьер приговорен судом к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 15 миллионов рублей и конфискации квартиры стоимостью 4,5 миллиона. Свою вину Дмитрий Андреев не признал. В Рязанской области производили поддельные Хеннесси и Джек Дэниелс. Подпольное предприятие по производству популярных алкогольных напитков обнаружили в Касимовском районе. Проверку в регионе провели представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно сотрудниками МВД России. Производство и оборот алкоголя и спирта, содержащий продукции без лицензии, обнаружили в селе Алешино. Там нашли автоматическую линию разлива. Более 40 тысяч бутылок виски, коньяка, водки различных наименований, а также около 17 тысяч литров этилового спирта. Подпольный цех закрыли, а оборудование, сырье и готовую продукцию арестовали. Выявили, что в здании бывшей пилорамы, расположенной в селе Алешино Касимовского района, организовано производство фальсифицированной алкогольной продукции. При обследовании подпольного цеха полицейские совместно с ОМОН, отделом Росгвардии по Рязанской области задержали предполагаемого 50-летнего организатора подпольного производства и двух его пособников. Также были задержаны 12 иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья, которые жили и работали в здании пилорамы. В Рязанской области в выходные пришел аномальный холод, и они стали самыми холодными за всю зиму. Морозы местами по области окрепли до минус 25. Температура ниже климатической нормы на 7-12 градусов. 23 февраля ожидается облачное с прояснением погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит минус 18-23 градуса, местами уже до минус 25. Днем минус 8-13. На дорогах и тротуарах гололедится. На субботу и воскресенье местами пройдет слабый снег, температурный фон существенно не изменится. Переносить морозы тяжелее всего пернато. По статистике 8 из 10 птиц зиму не переживают. При этом птицы гибнут не от холода, а от голода. В городской станции юнатов призывают рязанцев не оставаться равнодушными и выходя утром из дома брать горсть зерна или хлебные крошки для птиц. Впрочем, поближе к человеку с надеждой на пропитание приходят и вовсе дикие звери. Рязанка во дворе жилого дома накормила лису кошачьим кормом и засняла процесс встречи с животным на видео. Как отметила девушка, мимо животного проходили люди и проезжали машины, но лиса вела себя спокойно. Рязанское гвардейское высшевоздушно-десантное командное училище. Теперь так и называется один из старейших российских военных вузов Рязанское училище ВДВ. В этом году кузнице голубых беретов исполняется 100 лет. В среду вузу присвоили почетное звание гвардейское. Оно присваивается в российской армии самым боеспособным соединением. Училище ВДВ ведет свою историю с 1918 года, когда в Рязани были сформированы пехотные курсы. В послужном списке училища 53 героя Советского Союза, 82 героев Российской Федерации и тысячи кавалеров боевых орденов. Среди выпускников училища амплеядов высших военачальников. Добросовестный ратный труд коллектива прославленного училища, заслуги в обеспечении безопасности государства, укрепление его обороноспособности высоко оценены верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации и руководством Министерства обороны. О присуждении почетного звания училищу объявил главнокомандующий ВДВ Анатолий Сердюков. После состоялся брифинг, на котором он ответил на вопросы журналистов. Генерал рассказал, что воздушно-десантные войска совместно с Северным флотом в этом году проведут несколько учений в Арктике. На протяжении последних лет проведены около десятка различных учений, мероприятий, в том числе с десантированием в район нашей полярной станции Борнео на Новосибирские острова. В этом году спланировано совместное межвидовое учение с Северным флотом. Таких учений пройдет три, в том числе и в рамках стратегического учения «Восток-2018». В рамках празднования столетия училища ВДВ десантники совершили большой лыжный марш-бросок. В понедельник состоялся торжественный финиш команд участниц лыжного перехода. Весь маршрут был разделен на 10 участков. Всего военнослужащие прошли через 158 населенных пунктов. Маршруты лыжного перехода охватили и города-герои, где десантники почтили память погибших в боевых действиях. Конечная точка, конечно же, столица ВДВ. Встречают, как и полагается, хлебом с солью. Мы рады приветствовать вас на Рязанской земле. Ох, матушка, спасибо. Прямо же не щадя, да? Вот так. Да. Ну, Рязань, спасибо. Все участники прибыли в Рязанскую область. Встречали десантников в полянах на биатлонной трассе «Алмаз». Об успешном финишировании по видеосвязи доложили лично командующему ВДВ Анатолию Сердюкову. Товарищ командующий воздушно-десантными войсками, команды лыжного перехода воздушно-десантных войск прибыли в столицу воздушно-десантных войск, город Рязань. Старт лыжному переходу был дан еще 3 февраля. На этих кадрах к старту готовится 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия. Дислокация в Новороссийске. Десантникам предстояло пройти самый большой маршрут – свыше 1300 километров. Задачи, как и все остальные девять команд от соединения ВДВ справились успешно. Для нас не было никаких сложностей. Мы же ВДВ. Участниками марш-броска стали 300 офицеров, прапорщиков и военнослужащих. Собою у десантников были рюкзаки с теплой одеждой и сменным бельем. В походе сопровождала техника с продовольствием и медиками. Каким нужно быть человеком, чтобы пройти так много километров на лыжи? Надо было с самого раннего детства физически себя совершенствовать, чтобы быть в готовности к любой ситуации. Слава, давай! За две с лишним недели десантники преодолели в общей сложности более 7,5 тысяч километров. Уникальность перехода заключается в самом большом и масштабном лыжном марш-броске за всю историю ВДВ. Участвовали представители десантных гарнизонов из всех городов России. Его приурочили к 100-летнему юбилею Красной Армии и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ. Данного лыжного перехода, я это отмечаю, ветераны и командования соединений воинских частей еще не было. Были лыжные переходы, где участвовала одна дивизия или группа военнослужащих. А в данном лыжном переходе участвуют все воздушно-десантные войска. Как я говорил, 300 спартанцев через определенный маршрут прибыли в столицу воздушно-десантных войск, город Рязань. Маршрут рязанцев пролегал по Золотому кольцу России. Десантники шли через Коломну, Сергий в посад, Ростов, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир и Гусь-Хрустальные. Всего они прошли 916 километров. Задачу по выполнению лыжного перехода из пункта постоянной дислокации в город Рязань в количестве 63 человека протяженностью 916 километров закончил. По времени лыжный переход десантников совпал с очередной годовщиной крупнейшей за время Великой Отечественной войны Вяземской воздушно-десантной операции. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». В разгар Олимпиады вся страна наблюдает за успехами российской сборной. Особенно яркими стали выступления российской сборной по хоккею. Совсем недавно присоединиться к этому виду спорта на профессиональном уровне решили и воздушно-десантные войска. В 2018 году впервые в стране состоялся первый чемпионат ВДВ по хоккею с шайбой. 10 команд, 156 спортсменов, 29 матчей, в которых было заброшено больше 300 шайб. Это только краткая статистика по первому чемпионату воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой. Он проводился на базе Ледового дворца десант имени генерала-лейтенанта Чекризова. Организаторы сообщили, что от привычных правил хоккея решили отойти сознательно. Например, силовые приемы здесь запрещены. Так как у нас регламент служебного времени в первую очередь не позволяет растянуть его больше одной недели, поэтому мы немного его сократили, хотя 6-7 игр в день, представляете, 5 дней мы уже здесь трудимся на площадке. Поэтому мы от правил немного отошли. Не чистое время, а грязное время у нас идет на табло. В таком ускоренном темпе все матчи были отыграны за неделю. Команды разделили на две группы. А. Сборная воздушно-десантных дивизий и Б. Бригады ВДВ. По словам участников, первая считалась самой сильной, и рязанская команда была именно в ней. В нашей группе были достаточно тяжелые игры с учебным центром 242-м городом Омск. Очень тяжелая игра была с 106-й воздушной дивизией. Ну и, конечно же, крайне нервная тяжелая игра была вчера с 106-й дивизией за выход в финал. Команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища победила Омичей со счетом 8-4. И 20 февраля прошла финальная игра с командой из Пскова. Судьи успели окрестить ее противостоянием сильнейших. Дело в том, что рязанская команда уже несколько лет принимает участие в областных турнирах по хоккею. А в Псковской играют пять профессиональных хоккеистов, которые уже закончили карьеру в спорте. Тренировалась команда Рязанского военно-воздушного училища практически ежедневно. Тренировочный процесс у нас достаточно хорошо отлажен благодаря тому, что наша команда прежде всего идет навстречу в плане развития хоккея. У нас есть свой ледовый дворец, очень комфортные условия. Тренируемся мы, стараемся тренироваться ежедневно, но в связи с достаточно интенсивной боевой подготовкой, которая у нас в училище, не всегда получается собраться в полном составе, но мы очень стараемся. Чемпионами турнира стала команда из Пскова. Рязанцы же заняли почетное второе место. Но игроки не расстраиваются. Говорят, что если турнир станет доброй традицией, то в следующем году обязательно смогут победить. Но расслабляться пока рано. Впереди новые тренировки. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда воздушно-десантных войск, которая примет участие в чемпионате вооруженных сил Российской Федерации в июне 2018 года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Реализацию региональных программ переселения граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов обсуждали в правительстве области. Власти региона подписали соглашение о сотрудничестве с фондом ЖКХ. О чем о ней расскажет Валерий Седов. Дом номер 2 по улице Солочинское шоссе признан образцовым. Это первая награда такого рода, которую вручили в Рязани. По словам генерального директора фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина, домов с таким знаком отличия в России около 100. Торжественное мероприятие посетил губернатор области вместе с приглашенными гостями Сергеем Степашиным и Константином Цицыным. Когда жильцы с душой относятся к своему дому, государство в лице в том числе и губернатора местной власти помогает. Отсюда такой прекрасный дом. Вы помните, есть такая старая русская поговорка «Мой дом – моя крепость». Здесь, наверное, не моя крепость, а мой дом – это место, где хочется жить, куда ты приходишь после работы, где вырастает вот это замечательное поколение. Гости города рассказали губернатору, что существует такая добрая традиция – помогать образцовым домам. Так и другие жители начнут стремиться к лучшему. Николаю Любимову предложение понравилось. Образцовым там, где жители сами в первую очередь заботятся о благоустройстве, о чистоте, об уюте, и мы будем помогать в большей степени. То есть по принципу, который мы, собственно, и должны исповедовать, помогать тем, кто работает, кто трудится, кто хочет что-то улучшить для себя, для региона, для своего предприятия, но в данном случае для своего дома. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы и жители других домов на таком примере стали относиться к своему общему имуществу более бережно, более рачительно и с большим вниманием. В этот же день в правительстве Рязанской области политики обсудили программу по переселению людей из аварийного жилья. Эта программа является одной из самых важных в нашем городе. Средства массовой информации много раз рассказывали о состоянии ветхого жилья и о людях, живущих в нем. По словам Сергея Степашина, в настоящий момент программа выполнена на 100%. Уже 5000 людей выявлено вновь, которые живут в аварийном жиле после января 2019 года. Списывать сочетов никто не может. Президент сказал, что программа будет продолжена. Мы достаточно подробно говорили о том, как будем реализовывать уже непосредственно после лета следующего года. К лету уже нужно иметь в виду, что мы должны войти в бюджет Российской Федерации, в бюджет Рязанской области. Программа по переселению возобновится в 2018 году. Основные пути уже намечены. В этот же день между Николаем Любимовым и Сергеем Степашиным было подписано соглашение о реализации национальной программы поддержки и развития чтения в Российской Федерации. Он является бессменным руководителем Российского Книжного Союза. Сергей Вадимович рассказал, что его сильно удручает тот факт, что молодежь в стране читает все меньше и меньше. Благодаря новому соглашению в Рязани начнется активное развитие инфраструктуры чтения. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город. С отчетом на неделю выступила глава Рязанской городской думы Владислав Фролов. Говорил не только об итогах прошедшего года, но и всего периода работы думы второго созыва. Осенью представительный орган муниципального образования ждет переизбрание. На заседание депутаты также утвердили изменения в бюджет Рязани. Из областного бюджета в него поступили 858 миллионов рублей. Часть этих средств – 290 миллионов рублей – направят на строительство школы искусств в Недостоеве. 59 миллионов – на строительство школы в Гороще. Почти 200 миллионов – на строительство детского сада в Кальном. И 27 – на реконструкцию стадиона «Локомотив». Из средств, уступивших в городскую казну из областного бюджета, планируется 200 миллионов рублей выделить на ремонт дорог. На заседании городской думы Владислав Фролов подвел итоги работы за год. Так, депутаты приняли около 500 решений, направленных на развитие города и создание комфортной среды для его жителей. Один из наиболее крупных проектов – создание в центре города платного парковочного пространства. Мое личное мнение, он удачен в части того, что в центре города стало больше порядка, меньше дорожно-транспортных происшествий и других ситуаций. Также удачен он в части цены. Вы знаете, что в течение года большое количество было споров на эту тему. Мы хотели увеличить бесплатное время стоянки до 30 минут, на что оператор сказал, что и пожаловался, что это становится нецелесообразно, и тогда стоимость придется повысить до 30-40 рублей. Мы на это не пошли. Сейчас вы знаете, что 15 минут бесплатно. По словам Фролова, на неограниченный срок установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Утверждена программа развития застроенных территорий, которая позволит переселить жителей ветких домов в новые квартиры. Велась работа и с обращениями граждан. Всего в адрес Гордумы поступило около 250 письменных обращений и более 300 устных. Депутаты Рязанской Городской Думы принимают активное участие в организации праздничных и спортивных мероприятий «Шага недоступности». За 4 с половиной года работы проведено более 12 тысяч праздников, двора, концертных встреч, которые были задействованы, смыше 350 тысяч рязанцев. Также на заседании депутаты назначили публичное слушание по проектам изменений в генеральный план. Строительство двух храмов планируется в поселках Соколовка и Никуличе. О строительстве церквей в этих районах люди просят давно. Решение будет принято по результатам публичных слушаний. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский хирург Иван Успенский стал настоящим блогером. Его страницы в социальных сетях заполнены постами с сарказмом и хорошим юмором. А совсем недавно он написал книгу, которая уже готова к изданию. Правда, сюжетная линия у всего творчества выпускника Рязанского медуниверситета на самом деле не веселая. Почти два года Иван борется с острым лейкозом. О своей болезни Иван Успенский узнал два года назад. Как рассказывает, случайно просто сдал кровь на ежегодном медосмотре. Первая часть лечения – химиотерапия, проходила ВКБ. Затем трансплантация костного мозга уже в Москве. С потрясающим чувством юмора он описывает в соцсетях про все этапы своей борьбы с раком. Я очень много посмотрел за это время вот этих историй в инстаграме, в фейсбуке, что вот, бедный ребенок, бедный человек, ему так плохо. И постят каждый день об одном и том же, об этом и в мире так много боли. Зачем я еще спою-то буду туда привносить? А так посмеешься, но как-то полегче. Признается, когда узнал, сколько стоят лекарственные препараты, сразу понял – без сбора средств в одиночку справиться невозможно. Смысл был прост. Изначально, я когда узнал про болезнь, то есть прям в тот же день госпитализации, я всем своим друзьям написал, что, ребята, такое дело. Надо, наверное, нам деньги собирать, потому что, ну, понятно, проработав в нашей медицине, могу четко сказать, что на лечение такой болезни обязательно собирать деньги. То есть, неважно, человек столкнулся с онкологией, есть у него деньги, нет у него денег, денег лучше собирать сразу. Потому что, ну, опять же, начинал я с таблеток за 70 тысяч в месяц, сейчас 500, к чему в итоге я приду, понятия не имею. Особенность заболеваний Ивана в том, что опухолевые клетки уничтожают здоровые, и количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов сокращается. Но уничтожить больные клетки непросто. Рак оказался с редкой хромосомной мутацией. Многие препараты неэффективны, а чтобы не произошло рецидива, необходимо принимать дорогостоящие таблетки. Они дорогие, не сертифицированные в России, но очень действенные. Убивают только раковые клетки, оставляя здоровые. Цена одной пачки – около 600 тысяч рублей. Сложность лечения в дороговизне. И в том, что форма у меня оказалась очень такая, не то что нечувствительная, слабо поддающаяся лечению. То есть мы уже пробуем самые дорогие лекарства, все равно наступает рецидив. Еще более дорогие лекарства, и все равно рецидив. Сейчас вот планируем введение препаратов. Там курс стоит 4,5 миллиона. Но это если не считать тех 500 тысяч, которые мне нужны каждый месяц. У Ивана прекрасная семья, жена и трое сыновей. И большое желание вернуться к призванию. Продолжить работать в операционной и помогать людям справляться с болезнями. К сегодняшнему дню он закончил работу над книгой. Со дня на день она появится в электронном доступе. Ее название – свидетель жизни. Вот в России кто сталкивается с таким заболеванием? Что делать? Да, что делать. Хвататься за голову, не знаю, что делать. То есть если бы сейчас люди не помогали, ну точно я бы уже покоился где-то. Все желающие могут помочь Рязанцу в борьбе с раком. Перечислив средства на карту, номер которой вы видите на экране. И конечно следите за жизнеутверждающим блогом Ивана. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Главное управление МЧС по Рязанской области и поисковые движения «Лиза Алерт» подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках второго форума добровольцев региона. Соглашение у нас будет заключено об взаимодействии, об инфрационном обмене, в частности с организацией, называемой «Лизой Алерт», с которой мы в принципе уже взаимодействовали в прошлом году и с момента, можно сказать, ее образования. Сейчас в поисках пропавших людей наряду с полицейскими и спасателями участвует порядка 20 человек. Всего «Лиза Алерт» насчитывает около 60 активных участников. При этом из троих пропавших двое находятся в первые часы, благодаря четким и слаженным действиям волонтеров. Это соглашение направлено на более эффективную работу, оно предоставит нам больше возможностей и мы надеемся, что мы совместно сможем приложить усилия для более эффективных поисков, в первую очередь в лесу. Рязанская компания будет поставлять оборудование в Египет. Научно-производственное объединение «Резур» представило свое оборудование и новейшие разработки на выставке «Иджипс-2018», которая прошла в Каире. В рамках мероприятия обсудили выход продукции компании на рынок стран Северной Африки. С 11 по 14 февраля в рамках реализуемого Египтом национального проекта проходила крупнейшая нефтегазовая выставка в Северной Африке «Иджипс-2018». Компания «Резур» находится в городе Каире на международной египетской нефтяной выставке. Представляем наше оборудование и новейшие разработки. Более 400 местных и международных компаний продемонстрировали свои возможности и потенциал. 17 российских компаний привезли свою продукцию на данную выставку и были представлены на объединенном стенде Российской Федерации, впервые организованном Российским экспортным центром. Сегодня мы представлены на общем стенде Российской Федерации и наша основная задача это познакомиться с данным рынком, узнать о потребностях клиентов и возможности найти партнеров для дальнейшей долгосрочной взаимовыгодной работы. Были проведены деловые переговоры с представителями крупнейших международных компаний, на которых обсуждались актуальные вопросы выхода компании «Резур» на рынок стран Северной Африки. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok